Смысл жизни, доброту, вот свет зеленый, доброта, благодушие. В культурно-досуговом центре «Нефтяник» прошел День культуры татаро-башкирского народа. Так национальное объединение приняло эстафету праздников в рамках фестиваля семейных ценностей. Мы решили перенести Сабантуй на следующий год, на 2025 год. Это хорошая идея, перенести его туда, потому что следующий год для нас будет юбилейный для нашего города, и шаимский нефтей, и юбилейный города. И как раз наш Сабантуй тоже попадает как юбилей 25 лет. Ну а сегодня у нас усеченный формат, мы здесь показываем нашу культуру татаро-башкирского народа. В фойе для всех желающих прошли мастер-классы по изготовлению бумажной тюбитейки, росписи, тарелочки и лепки лапши. Также окунуться в татаро-башкирскую атмосферу можно было через обряд встречи родителей жениха после свадьбы. Кладем подушку, сноха встает на подушку, невестка. Мы проговариваем слова, чтобы ты зашла мягко в дом, к жениху, со своими хорошими мыслями, помыслами. Мы предлагаем девушке мед, масло, говорим, чтобы слова ее были сладкие, речи масло даем пробовать, чтобы ловкое было, крепкое, и чтобы они вместе жили дружно, смирно всю жизнь. А этноквиз, интеллектуальная игра на знание культуры татарского и башкирского народов, стала изюминкой праздника. Представители национальных диаспор соревновались не только в скорости написания правильного ответа, но и в смекалке. Когда мы готовились к этноквизу, конечно же, мы изучили культуру, традиции, кухню татаро-башкирского народа, узнали тоже что-то для себя новое, открыли. Игра состоит из трех блоков – культура, языки, язык, и, получается, самый вкусный блок – это кухня. Для того, чтобы стать победителем этого этноквиза, надо немножечко поднабряться. Телефоном пользоваться нельзя, но мы нашим гостям другой национальности подсаживаем за столики, конечно, татаро-башкир, которые, ну, скорее всего, знают ответы. На размышления одна минута. Некоторые ответы команды давали сразу, а над другими думали дольше. В перерывах между умственными нагрузками свое творчество дарили местные коллективы и приглашенные артисты Республики Татарстан. Так, в бурных обсуждениях с шутками и песнями восемь команд справились с десятками вопросов о культуре и традициях виновников праздника. По итогу квиза лучше всего в темах ориентировалась смешная команда азербайджанского и татарского народов. Впрочем, не так важно, кто стал победителем. Игра – это, скорее, встреча добрых друзей. Елизавета Портнова, Александр Сков, События.